так получилось а я заблудился видите а здесь пожар горит чей-то дом приехал я на загрузку в перми улица хабаровская 42 и все едем на катю выгружать кайте завтра наверное буду ехать ночью время сейчас у нас без 15 6 вечера загружаюсь на катю гоню получается и все и я поехать на работу ночью завтра утром выгрузимся завтра буду искать загрузку уже на домой на челябин поближе к борту ровно вообще у меня вторая это заправился не снимаю для канал интересно же как тут люди в перми работают да не нормально быстро все мне не получится да не должно получиться он же как-то так на все ребята загрузился я видели там так все сейчас руки грязные сейчас мои руки и погнал на выезд на катю все вот ребята такие ттн очки у нас здесь все написано вес 6 700 количество 6 полет один полет потом на 300 где-то так на 200 дом на 300 вот у нас товарная накладная получается шпуля картонная спиральная доливная о хрене ну все погнали на катю ребята все ребята выезжая из перми выехал на объездную прямая дорога у меня сейчас на екатеринбург приеду в екатеринбург будет наверное ночь может быть засниму вам что нибудь пока атака еду все гоню на катю надо правда еще где-то остановиться поесть где-то надо что-то и поесть и поесть и обедал я в обед время кстати время ребята кстати я забыл сказать вот ребята заправочка кафешечка так мазурик заправляется но я так а я пойду я сюда припаркуюсь потихонечку сюда щас буду припарковывать припарковываться надо сходить в кафе поужинать время потому что уже дофига а я еще ничего не ел поэтому я иду и посмотреть какая там будет соляра сейчас я вам покажу так вот так вот вот такая вот солярочка вот она вон она какая пенистая классная ну все сейчас заправлюсь ребята всем привет сегодня 3 апреля среда и я вот проснулся время у нас время у нас уже 9 проснулся встал вот пил кофеек умылся все прибрал немного а то вчера я ехал может видели такой немножечко беспорядок был вчера я приехал поздненько и это самое все мне сказали жди тебя сначала разбудит ну а так мы договаривались я звонил на выгрузку сказали что в 10 ребята надо вот расчехляться открываться погнали погнали расчехляться и да это да все ребята выгрузились выгрузились мы нормально быстро документы подписали все отлично и вот такая вот ерундень короче сейчас жду звонка жду звонка надо получается груз катеринбургах до челябинска груз взять взять груз домой поэтому ищем груз ребята снова с вами я костя на канале мандаль на бой 194 время прошел почти день время половина 5 вот и я только что нашел загрузку на завтра на утро на домой на челябинск загрузок не было с екатеринбурга таких нормальных была загрузка но поставки и уронили вот я уже почти договорился но в итоге вот так вот короче пришлось взять эту загрузку она завтра так я стою здесь получается в полеводстве называется поселок такое здесь рядом с екатеринбургом вот он вот вот такое тут небольшой поселочек вот так что так вот сейчас не знаю сейчас вот адрес все узнал телефон и все есть погрузка завтра утро поеду наверное час вечера дождусь часов шести доеду до а загруз забыл сказать загрузка у меня получается поселок верхняя дуброва это в сторону тюмени от екатеринбурга там что-то 30 километров по моему отсюда мне ехать 52 километра ровно 52 и завтра получается должен быть там сегодня выйду вечером доеду наверно там до трассы потом перекушу что-нибудь там еще как нибудь чай пил и уже потом поеду вечером туда там переночую и завтра утром буду грузить все так что вот такой вот вот день получился с утра вроде выгрузился вроде все отлично а тут на тебе такая вот ерунды вот такое бывает это еще нормально бывает и можно сутки и двое просидеть а груза нету то там блин параметры не подходят машины бывает то бывает там ставка не устраивает то еще какие-нибудь нюансы поэтому завтра кстати груз возьму я уже по моему договорился с до грузом у меня есть до груз ну должен быть металл как обычно вот мои постоянщики у них две тонны должно быть металла и посмотрим если пломбу не поставят на машину завтра когда я буду грузиться то наверное так ах а блин или сегодня поехать загрузить сначала металл потом загрузить завтра вот этот вот короче не знаю будет видно так что вот так вот ребята короче ничего сейчас пока не скажу вам будет что-то интересное или какие-то новости я сниму я обязательно вам покажу ребята еду я вот здесь а по деревне и так получилось а я заблудился видите здесь пожар горит чей-то дом прям капец прямо дотла догорает тут уже и народ все собрались вот куда-то они бегут все чей-то видите дом догорает жесть нет но это просто жесть вот я ехал в ту сторону видел он только дымел сейчас он просто догорает так что ребята вот так вот бывает иногда капец короче видите как горит а я заблудился в этом дуброва время два часа ночи без пяти два капец я не знал я не ожидал что так получится что такие вот будут объезды ребята всем привет сегодня четвертое мая четверг время девять утра доходит точно время девять утра и я вот стою здесь возле завода вот этого косулинского абразивного вот он косулинский абразивный завод вот камазик какой-то выезжает он туда мне надо прямо будет заехать вот а пока пил кофе все а так сейчас загружаюсь на этом заводе и еду в катю загружаться металлом вот если может раньше кто-то ролики видел то это самое видели как я груз металлом вот это будет наверное так а это будет нет другая погрузка но смысл тот же металл такой же практически только там было сколько у нас 10 тонн а в этот раз у меня будет металла три с половиной тонны все ребята так получилось что меня так быстро загрузили пока я ждал там было чуть-чуть не готова меня потом позвонит приехала кара уже с абразивами и все и сказали давай быстрее мы тебя загрузим потому что то ли перерыв то ли чё время 10 утра я еду сейчас выезжаю заводы забираю документы еду еду в как да да приехал я на загрузочку металлом на шефского в екатеринбурге заехали абразив одна загрузка за выгрузка и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok